Упало небо, большой и звёздно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Эти слова давно превратились в главную застольную фразу, а песня стала народной, кому только не приписывали её авторство. Моя дочка, она как-то в институте, у них была лекция, она на журналистике учится, и преподаватель говорит, вот песня Висборга, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И она говорит, это не Висборг. Он говорит, ну вы мне будете рассказывать. Она говорит, я еле сдержал сказать, вы мне будете рассказывать. Он посмотрел в интернете, говорит, да, извините, Дарья, это Митяев. О романтическом мире музыки в юности он даже не мечтал. Осваивал более приземлённые профессии. Электрик, техник, тренер по плаванию, жизнь вела Олега Митяева разными дорогами. В 23 года попал на фестиваль авторской песни. Гитара у костра, звёзды. Так и сложились его первые стихи. Друзья настойчиво убеждали Митяева не отказываться от творчества. У меня было три песни, и потом прошло года три, они говорят, ну что, исписался? Что ты три песни написал? Давай пиши дальше, ты что? Вот, и я говорю, ах так, взял авторучку и пошёл писать. И эти песни тотчас разлетелись по стране. Митяев сначала звучал в походах, на байдарках и в палатках, но совсем скоро уже собирал стадионы. Его лирические мелодии покорили без преувеличения весь мир. Диалер липсте вазду мир, майне липсте вайзе. Немецкие лидермахеры, барды, они перевели мои песни и поют на своих концертах. И мне сейчас ничего не остаётся, как взять эти песни и выпустить альбом на немецком языке. Да фанаты есть везде, в каждом городе. За границей мало русскоязычных людей. Мы дали очень много концертов в Германии. Но Олег неплохо разговаривает на немецком языке. И он перед каждой песней вкратце рассказывает, о чём песня. «Случайность – промысел судьбы», – однажды напишет Митяев. Так, случайно на афише театра он увидел её, красавицу, актрису Марину Есипенко. А потом пришёл на спектакль в Ахтанговский театр. В этом костюме я выходила на бал. И Олег, когда увидел меня в этом спектакле, он говорит, «Ты знаешь, ты такая трогательная, такая как бы нежная, хрупкая, и так хочется тебя прямо обнять». И я в один прекрасный день надела это платье, попросила не снимать. Это парик. И вот в таком вот образе я пришла в своё общежитие, постучалась в дверь. Значит, я зашла в образ Елизаветы Ивановны. Я говорю, ты хотела меня обнять? Я говорю, вот, можешь обнять Елизавету Ивановну. Любовь с первого взгляда превратилась в крепкий союз. Вот уже как четверть века. И в ту самую песню. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Сегодня он выходит на сцену главных залов страны и атриума Национального центра управления обороной. Его музыка звучит в кинолентах, а стихи – лиричные, светлые, пример для многих. Когда был юношей, я жил в Нижнем Новгороде. И фактически я учился писать, слушая, как он работает со словом. Для меня это вообще было невероятное открытие. Я просто кассету притащил мой старший брат. Вот, естественно, мы играли тогда на гитарах. Я все эти песни практически выучил наизусть. Он признается, что так и не выучил нотную грамоту. Но это ли не искусство создавать музыку, которая покоряет сердца? Он прекрасно рассказывает анекдоты. Он их знает, какое-то несметное количество. Но вот, ты же довершает образ его, как автор-исполнитель. Представляете, вот ко всему вот этому – гитару. И песни сдобрить хорошие. Дорогой Олег, я хочу, чтобы вся твоя жизнь была как лето. Как в твоей песне. Лето – это маленькая жизнь. Дом плывет по лету, а меня нет. Лето – это маленькая жизнь.